Друзья, всем привет! Меня зовут Юля и вы на моем кулинарном лайфстайл канале Сладкий Персик. Не забудьте подписаться, если вы этого еще вдруг не сделали. Сегодня у нас невероятно вкусный и, пожалуй, самый простой десерт из клубники. Вообще-то, такой десерт можно готовить и с другими ягодами, и даже фруктами. Но так как сейчас сезон клубники еще не закончился, поэтому покажу на ее примере. Вообще, это как меринговый рулет, только намного-намного проще. Быстрее смотрите рецепт. И сначала приготовим саму мерингу. Для этого берем целые яйца и аккуратно отделяем белки от желтков. Желтки нам в этом рецепте не понадобятся, а белки мы складываем в чашу миксера. Или в любое другое блюдо, в котором вы будете это все взбивать. Теперь берем миксер и взбиваем белки на максимальной мощности примерно 1 минутку. Когда белки увеличатся в объеме и побелеют, начинаем постепенно добавлять сахар. Взбивать при этом не прекращаем. Чтобы сделать хорошую мерингу, вам обязательно понадобится миксер. Ручным венчиком это взбить, мне кажется, не получится. Дальше взбиваем яйца с сахаром на максимальной мощности миксера примерно 10-12 минут. У нас должны получиться устойчивые пики, но это примерно как глазурь для кулича. Теперь берем противень, застилаем его бумагой для выпечки. Она у меня с пропиткой, поэтому маслом я ее не смазываю. И с помощью столовой или чайной ложки выкладываем нашу мерингу. Убираем противень в разогретую до 110 градусов духовку и подсушиваем мерингу примерно 1 час. Меринга должна именно подсушиться, поэтому лучше всего включите режим конвекции и поставьте противень на середину духовки. Перекладываем мерингу на тарелку и пока она остужается, мы приготовим с вами крем и подготовим ягодки. Здесь можно использовать вообще любые ягоды, но я готовлю с клубникой. Удаляем от клубники хвостики, хорошенько ее промываем и складываем примерно половину клубники в чашу блендера. Может быть даже не половину, а чуть поменьше. И теперь пробиваем клубнику блендером в пюре. Итак, клубничное пюре готово, теперь переходим к сливкам. Берем жирные сливки для взбивания, у меня были жирностью 35%. Выливаем их в чашу миксера, туда же наливаем сахарную пудру и взбиваем все это дело миксером на максимальной скорости. Ну, это примерно займет минут 5. Чтобы сливки хорошо взбились, они должны быть холодными. И теперь приступаем к сборке нашего десерта. Берем какие-нибудь порционные тарелочки или одно большое блюдо и разламываем руками нашу мерингу. Сверху на мерингу выкладываем взбитые сливки, а дальше кладем ягодки и все это дело поливаем клубничным пюре. Дальше десерт можно перемешать сразу или подать на стол в таком виде и перемешайте его уже перед тем, как будете есть. Если вам не хочется заморачиваться с клубничным пюре, можно обойтись и без него. Просто смешайте мерингу, взбитые сливки и какие-нибудь свежие ягоды или фрукты. Получается вкусно не только с клубникой. Взбитые сливки, сладкая хрустящая меринга и свежая клубника. Это уже даже звучит вкусно. Вы представляете, как это просто божественно? Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, если рецепт вам понравился и обязательно его приготовьте. Ну и подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok